В Госдуме прошел круглый стол, он назывался «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в 21 веке». Собрали всех религиозных лидеров страны. Интересные там и муфти были, и представители старообрядцев, и русской православной церкви, и протестантов, там один был представлен тоже. И что интересно, они все как один заявляли, вот цитирует Корнилия, да, митрополита старообрядческой церкви, где он четко объяснил, что эта война идет между Богом и дьяволом, между Россией и Украиной. Прямой текст. Что надо поддержать сейчас нашего президента в молитвах, в этой духовной брани. И вообще сейчас они подтягивают религиозных лидеров. Получается, им тоже с этой стороны нужна какая-то поддержка. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Вот его слова, точная цитата. «Пользы не будет от этих обращений. Нелюди, которые там находятся, хотят уничтожить мирных людей. Они не пропустят никого», – заявил авторитетный муфти Северного Кавказа. «Поэтому мы должны завершить эту операцию до конца. И никаких переговоров вести не нужно, даже если согласятся на капитуляцию. Надо уничтожать их до конца. Никакой Украины не должно быть. После того, как вычистим, у простых людей нужно спросить, что они хотят». Я просто в шоке. И там все в этом же духе было. Они объявили священную войну, по крайней мере, чеченский муфтий. Они назвали, ну, то, что назвали, это джихад, получается. Джихад мусульман Кавказа против православных Украин. Это что, это уже какой-то перебор? Или им всем рвет вообще голову шаблоны и религиозным, и нерелигиозным? При этом, значит, это все русский мир, как бы, да, такой, с имперской дубенькой. Коллеги, получилось пять вопросов подряд. Я попробую ответить на все, если не забыть. Ну, Лев Маркевич, ваш опыт, я думаю, вы справитесь. Смотрите, нет никаких независимых от власти, религиозных властей Северного Кавказа, и тем более в Чечне. Главой Чечни, в том числе религиозным главой Чечни, является Рамзан Кады. И воспринимать выступление представителей исламского сообщества Чечни как выступление независимых духовных лидеров невозможно, потому что фактическая ситуация в Чечне известна. Чечня и Кадыров – это та идеальная модель, на которую сейчас ориентируется вся Россия. И, по сути дела, в российской власти происходит кадыровизация российской власти. Даже не чеченизация. Чеченцы, которые придерживаются других политических и общественных взглядов, исповедуют другие общественные ценности, вынуждены жить не только за пределами Чечни, но за пределами России. Особенно после ситуации с семьей Ингубаевых, которых вытащили из Нижнего Новгорода, фактически из центра России и подвергли всему тому, чему подвергли. Поэтому здесь отдельный случай, просто отдельный случай. Если говорить о религиозных лидерах, которые сохраняют некие признаки легитимности, их руками, их языком, с их помощью, пытаются легитимировать насилие. Именно с помощью служителей церкви легитимировать насилие. То, что служители церкви на это идут и с этим соглашаются, и говорят об уничтожении нацизма, о священной войне и необходимости жертв, это говорит о том, что в моем понимании мира в душе у этих людей нет. Миссию церкви они не понимают. Учения Христа, Магомета, Яхве, они не читали, либо читали, но не поняли, либо поняли, но не так. И это огромная трагедия. На самом деле о государствовании церкви – это трагедия общественная, это трагедия духовная. Любая симфония государствовой церкви смертельна для церкви. Сила церкви именно в ее духовной власти. Возможности заявлять позицию, не совпадающую с позицией государства. У патриарха Алексея Первого первый инфаркт случился в 93-м году на фоне ужасных событий вокруг Белого дома, во время войны между президентом Ельциным и парламентом, когда он взялся миротворить. Я оговорился, конечно, Алексею Второй, Алексею Первой во время войны. И он взялся быть миротворцем и предпринял огромные усилия. И его не услышали. С ним отказались говорить, от его посредничества отказались. Настолько власти были увлечены войной между собой, они не могли представить себе посредничество в политическом споре со стороны главы Русской Православной Церкви. Не потому, что это был именно глава РПЦ, а потому что они в принципе не желали, чтобы им мешали всякие там церковники, какие-то там служители церкви. И с ним случился инфаркт. Потому что он понял свое бессилие в этой ситуации. Он не смог остановить кровопролитие. Но хотел, пытался, сделал для этого много. Сейчас совершенно другая эпоха. Церковь воспринимается частью государства. Это вот церковный отдел администрации президента Российской Федерации. Для церкви это чудовищно. Просто чудовищно. Это незавместимо с верой. Я хочу оговориться, чтобы все зрители понимали. Я светский человек. Я принадлежу ни к одной из религиозных конфессий. Я не отправляю религиозные обряды. Я человек, у которого есть личные ценности, но я не связан ни с одной из религий. То, что я высказываю, какой бы то ни было религией, это мое мнение публичного политика гражданина. Это не мнение человека, так или иначе связанного с какой-либо церковью. Но я понимаю, как мне кажется, суть предназначения церкви. Ведь Третий Рим – это не столица Великой Империи. Третий Рим – это Рим в душе. Это духовная категория. Это совершенно не то, что было прочитано в писаниях старцев Филофея. Москва, Третий Рим – это духовное торжество. Но из этого духовного торжества сделали военное торжество, торжество насилия. Поэтому в нашей стране военно-патриотическое воспитание, а не мирно-патриотическое. Это трагедия всей России. То, что любое патриотическое воспитание детей, малышей, начиная с яслей, связано с жертвами. С убийством, с насилием. По сути дела, для нации, для общества – это самоубийство. Нельзя воспитывать из детей шахидов. Нельзя говорить им о том, что если вы кого-то убили во имя государства, то вы априори правы. А можно сначала установить такую власть, которая будет заботиться о жизни людей, о мире, предотвращать войны, искать выходы из политических конфликтов мирным путем, потому что для этого есть все возможности. Можно вести экономические войны, можно вести политические войны. Нельзя в 21 веке решать политические проблемы так, как их решал мир в 19 и 20 веке. Это означает обрушиться на век или даже два века назад. Но безумие вести в 21 веке империалистические войны – это безумие. Это уже уход от реальности. Это борьба с современностью. Это борьба с завтрашним днем. Это борьба с адекватностью. Это просто борьба со временем. Никто, никто никогда не может выиграть войну со временем. Но жертвы будут колоссальными. Потому что чем более неадекватной является задача, политическая задача, военная задача, тем больше жертв. Это кровавый закон любого насилия. Чем более оно безумно, тем к большим последствиям, к большим ужасам оно приводит. Поэтому, на мой взгляд, происходящее сейчас с духовными властями в России, имея в виду все те конфессии, которые государство признает ведущими религиями, тоже, кстати говоря, интересный вопрос. А с какой стати государство признает? Какие религии ведущие, какие не ведущие? Какие традиционные, какие нетрадиционные? А какое вообще это дело государству? Государству можно заниматься зарплатами, пенсиями, пособиями, налогами, бюджетом, внешней политикой, чем угодно. Куда ты лезешь не в свое. Богу Богова, Кесарю Кесарева. Но они же не понимают этого. Они еще религии сортируют. Вот с этими говорим, с этими не говорим. Есть у нас правильный глава церкви, с этим говорим. А вот с этими у нас что-то не получилось, не сослось этих просто в кутузку, признать экстремистами. Но это полное банкротство государства. Общественных ценностей у этого государства нет. Они пытаются прикрыться религиозными, но получается псевдорелигиозными. Это на самом деле та самая трагедия, которая не позволила в начале 20 века великому, на самом деле, реформатору, несостоявшемуся, патриарху Тихону, провести реформацию русской православной церкви. Если бы он смог это сделать, возможно, не было бы большевистского переворота. Он не успел. Большевики смертельно боялись его. Они не могли его убить, они просто его заточили, изолировали, и он умер уже просто как человек выдавленный из жизни. Тихон учился в Пскове в семинарии и служил здесь в храме Николаса Усохи. И памятная доска стоит. То есть он здесь воспитанный служитель. Он правильно ставил перед собой задачу реформации русской православной. Но эта задача не могла быть решена на фоне, в процессе Первой мировой войны. Она была нереализуема на фоне войны. Он ждал окончания войны и надеялся, что успеет. Но из войны вырос большевизм. И большевизм разрушил всю страну. И реформы Тихона оказались никому не нужны. Власти, в смысле, никому не нужны. А общество к тому времени озверело. Ведь репрессии против церкви, репрессии 20-х и 30-х годов были поддержаны огромным большинством непросвещенных людей, потому что церковь воспринималась как часть государства, часть несправедливой власти, которая оправдывала эту власть. И царистскую власть, и потом какое-то время постцаристскую власть. Что самое первое сделал Николай II после объявления о вступлении России во Вторую мировую войну? Ну, тогда еще в Отечественную войну. Они собрали молебен на Дворцовой площади в Петербурге во славу войны. И это было в 1914 году. Кто бы тогда им сказал, что через три года эта власть рассыпется просто в пыль? Именно из-за войны. Война доконала Россию. Вообще любая война, которая ведется российским государством как тотальная империалистическая война, это предвестник смерти страны. Именно после таких войн Россия начинает шататься и рассыпаться. Но эти же, господа, историю не читали? Они хотят писать историю, ничего не читая, ничего не зная, ни в чем не разбираясь, будучи абсолютно дикими, необразованными людьми, дикими с точки зрения культуры, с точки зрения цивилизации. Им все кажется, что вот тогда, в 20 веке, были какие-то такие неудачники. Они ошиблись, они не так сделали. Вот создали Советский Союз, не смогли защитить Советский Союз. Не так реформировали Россию. А сейчас мы вернемся в 20 век и перепишем все. Перепишем 14-й, перепишем 17-й, перепишем 22-й, перепишем 39-й, перепишем 41-й, перепишем 91-й, конечно, 85-й, перепишем. Вот они решили переписать 20-й век, когда он уже остыл. Они полезли в остывший костер, плеснули туда керосин, разожгли эту войну и пытаются исправить историю 20-го века. Это война с историей. Это война с самой историей. Война с будущим, война с прошлым, война с настоящим. У такой власти, у такого государства нет никаких перспектив. Никакого будущего. Но оно очень многих может утащить за собой в могилу. Вот что страшно. И мы это видим сейчас перед собой. Где должны быть 18-20-летние молодые люди? На том свете или на этом свете? Что они должны делать? Убивать других людей, таких же, как они? Или создавать семьи и растить детей? Это же вопрос выживания страны. Вот эта вот политика этих специальных военных операций, это же самоубийственная политика для нации. Она уничтожает молодых людей, у которых никогда ничего не будет в жизни. Все. Им жить, может быть, сто лет было написано на роду, а все заканчивается в 20. Это же, это настоящая трагедия. Мы же до сих пор, но это уже всеми исследованиями доказано. Потери России 20-го века, гражданская война, сталинские репрессии, до этого ленинские репрессии. Фактически они все выросли из одного большевистского корня. Вторая мировая война, невосполнимы до сих пор. Такие потери восполняются только в случае создания уникальных, совершенно благоприятных условий, извините, для человека размножения. Но для этого страна должна просто вот дуть на свое общество, жить мирно, способствовать рождению детей, их воспитанию и уверенности людей, что здесь, в этой стране люди смогут себя реализовать, свои лучшие способности реализовать. Эта политика должна длиться, чтобы восполнить те последствия. Не меньше полувека, то есть два полных поколения должно смениться, чтобы как-то компенсировались потери. А они как преступник, который приходит на место преступления, его тянет туда постоянно. Как только пахнет войной, так бегут на войну. Только войны начинают одни, а погибают-то другие. Концепция русского мира провалилась? Нет никакого русского мира. Есть европейский мир. Россия – часть Европы. Любые попытки выдернуть, вынуть Россию из европейской культуры, смертельные для России. Вся российская культура, христианская культура, это европейская культура. Вся российская государственная традиция с самого начала. Это европейская государственная традиция. Других не было никогда. Попытка переписать историю еще в части культурных кодов, культурных основ, культурных традиций – это безумие. Это никакое не переучреждение России. Это сумасшествие России. Лев Маркович, ну вот, наверное, последний вопрос. Уже мы достаточно долго в эфире. Вот эта концепция русского мира, она выросла как раз из той теории вашего, по-моему, соотечественника, этого монаха, Москва-Третий Рим. Она оттуда берет свои корни. Вот эта исключительность русской церкви, русского человека, богоизбранности, все остальное. Сейчас уже поднимаются голоса священников, которые осуждают это учение о русском мире, которое вот так распространяется. Назовая его ересь. Да, уже даже ересь называют. Старец Филофей служил в Елизаровском монастыре. Этот монастырь, кстати говоря, очень почитаем российской властью. В течение долгих лет реализовывалась федеральная целевая программа воссоздания спас Елизаровского монастыря. Очень известные женщины России и политики, и жены политиков ездили и подолгу жили в этом монастыре. Он получил исключительное государственное бюджетное содействие. Просто исключительное. И вопрос даже не в учении старца Филофея о Третьем Риме. Вопрос в попытке связать вот такое прочтение, насильственное, агрессивное прочтение писания старца Филофея к Иоанну Грозному как обоснование новой российской государственности. Обоснование имперской политики России в 20-21 веке. Я слышал оценки служителей церкви, которые считают, как мы уже с вами сегодня говорили, обучение старца Филофея о духовном царстве, не о светском. Есть такое прочтение. Я не возьмусь никого судить. Не возьмусь никого судить. Но совершенно очевидно, что попытка найти вот эти скрепы состоявшейся истории и поставить их на службу современной прикладной политики означает полное моральное банкротство современной власти. Опираться на культурные традиции можно, но с помощью учений 16 века пытаться выстроить современную государственную, в том числе внешнюю политику, могут только люди, у которых внутри пусто. У них нет ничего собственного за душой. Ничего. Они пусты. Они абсолютно пусты. Эту пустоту, опасную пустоту, смертельную пустоту, они пытаются заполнить учениями, ну, фактически, средневековья, в котором исторический контекст несовместим с современной жизнью. Это была другая жизнь. Другие исторические политические категории, другие представления о государственном устройстве, совершенно другое представление о ценности человеческой жизни. Его не было. Оно не появилось до эпохи возрождения. В Россию оно пришло с русской классической литературой, когда человек, в том числе маленький человек, встал в центр мироздания. В 16 веке этого не было. Нет, было представление о значении людей, но это не было настолько развито в культурном смысле. Культура определяет все. Культура определяет политику. Не политика определяет культуру, а культура определяет политику. А эти люди антикультурны. Главным признаком культуры является уважение к человеку, понимание ценностей человеческой жизни. Если этого нет, то значит внутри государства нет культуры. Если внутри государства нет культуры, оно не будет жить, что бы с ним ни делали, какими бы деньгами, силами, ресурсами его не насыщали, как бы ни была позолочена вся эта власть, при отсутствии культуры, глубинной культуры, настоящей культуры, ничего не может быть построено. К сожалению, культура современной российской власти несовместима. Это люди, для которых условие сохранения человеческой жизни не является условием. Они не признают важность борьбы за каждую одну человеческую жизнь. У них нет барьера крови, у них нет барьера перед убийством людей, перед человеческой смертью. Нет барьера. Более того, они считают это возможным и целесообразным. Они питаются ненавистью. Это полная инверсия базовых представлений о человечестве. Эти люди опасны для всего мира, не только для нашей страны. Мы очень трудно будем от этого избавляться и уходить, потому что сейчас уже мы находимся в той стадии, когда необходимо глубокое общенациональное осознание произошедшей трагедии. Но мы не достигли точки падения. Страна еще только разгоняется в этом падении, только ускоряется. Когда эта вся конструкция упадет на реальное дно истории, мы не знаем. С каким шумом и криком это будет, мы не знаем. С какими жертвами это будет происходить, мы не знаем. Все еще в полете, все еще в процессе. Этот полет не управляем. Российская власть сегодня не управляет состоянием российского государства. Этот процесс во многом хаотичный. Его движущие силы находятся во многом за пределами России, потому что если вы вырвались из всего контекста мирового цивилизационного развития, то вы утратили страховки. У вас нет никаких страховочных тросов, никаких страховочных канатов. У вас нет возможности задумываться об ошибках. Вы просто летите под откос. И пока не упретесь в стенку, вот со всего разгона, со всего маха, вы не остановитесь. Вот этот ужас свободного падения в несвободной стране мы сейчас переживаем. Его важно прожить по возможности достойно. не изменить себе, не сломаться, не опаскудиться, не участвовать во лжи, не участвовать в насилии, не объявлять черное белым, не объявлять зло добром. Вот сейчас все, что мы можем делать, это сохранять себя, своих близких и возможность разговора с обществом, вот такого, какой мы сейчас ведем. А дальше история на что-то выведет, на что мы не знаем, но мы должны быть готовы к очень серьезным событиям, очень серьезным потрясениям. Из этих потрясений может вырасти, не могу обещать, но может вырасти новая страна, которая вернется к своим ключевым задачам, в том числе задачам учреждения самой государственности, тем, которые были растоптаны в крови января 1918 года. И исторически, исторически мы вернемся в этот 1918 год, потому что пропустив эту ключевую точку формирования государственности, мы оставили задачу, мы как страна, нас еще не было тогда с вами, но мы как нация оставили эту задачу невоплощенной. И пока она не будет воплощена, никакого дальнейшего пути человеческого, жизненного не будет у страны. Эти ступеньки нельзя пропускать. Можно делать вид, что вы уже все прошли, уже два государства сменилось, уже все тысячу раз подписали, а все равно история будет возвращать нас в эту точку. И надо будет возвращаться. На этой, как говорится, реалистической нотре хотелось бы подвести черту встречи нашей. Лев Баркевич, благодарим вас. Спасибо огромное. Надеемся, что еще раз увидим вас. Хотели бы порекламировать вашу страницу, ваш контакт, но, как я понял, вас заблокировали без объяснения причин. Да, без объяснения причин Роскомнадзор по представлению генкорплатуры заблокировал мой сайт, личный сайт. Он будет воссоздан. Это технология. Ничто не исчезло. Помните? Скрипта Манент написанная остается. Я могу только всех пригласить на свою страничку в Телеграм. У меня есть канал. Его легко найти. Он называется Лев Шлозберг. Я там разговариваю с обществом. Я всех приглашаю. Как слово наше отзовется, нам не дано предугадать. Но мы можем это слово произносить. Хорошо. Спасибо вам огромное еще раз. С вами был я, епископ Эльвер Траткин. Наши гости Лев Шлозберг и Дмитрий Мертышенко. Сегодня мы были здесь в эфире. Подписывайтесь на нас и на телеграм-канал Льва. Благослови всех, Господь. Спасибо. Спасибо.